с вами канал gt-class я алексей колчин и сегодня мы разберемся с вопросом о том почему напряженность электрического поля больше на остриях проводника чем на остальных частях его поверхности и вот здесь условно изображена поверхность проводника на которую посажен какой-то заряд понятно что заряд расходится по поверхности потому что заряда отталкиваются друг от друга и при этом из эксперимента следует что поверхностная плотность заряда на частях которые имеют меньший радиус кривизны она оказывается больше чем на других частях а самая маленькая оказывается на вот этой переходной области но при этом возникает вопрос конечно заряды отталкиваются друг от друга но почему же вот эти заряды в этом месте где поверхностная плотность велика тоже не оттолкнуться друг от друга не разойдутся например вот в эту переходную часть и оказывается что объяснить это непросто мы посмотрели в разные учебники и фактически во всех них указывается на сам экспериментальный факт того что электрическое поле велико на остриях но какого-то модельного объяснения в них не приводится и в основном ссылаются на то что нужно решить уравнение полосона для области вокруг проводника и из этого решения собственно и следует что на остриях мы получаем большое величину напряженности поля и нужна какая-то простая модель чтобы как бы объяснить этот факт на пальцах и мы постараемся такую модель построить и разобраться с этим вопросом рассмотрим два шара разных радиусов соединенных длинным проводником ну причем длина этого проводника много больше рак каждого из радиусов и мы знаем что в этом случае заряды распределяться по шарам таким образом что их потенциалы будут равны ну и мы считаем что на самом проводнике зарядов практически нет если провод очень длинный то потенциал каждого из шаров будет определяться в основном теми зарядами которые на них расположены потенциал шара для него известна формула это единица на 4 пи псило нулевое и заряд деленный на радиус шара и точно так же можно записать и для второго шара соответственно численные коэффициенты у нас сокращаются и получается что если у нас заряд радиус второго шара в 10 раз больше чем радиус первого шара то и заряд второго шара будет в 10 раз больше заряда первого шара и зарядами мы разобрались но надо понимать что напряженность электрического поля определяется не собственно зарядом а плотностью поверхностной плотностью заряда и хотя здесь на этом шаре заряд больше но он распределен по большей площади если у нас радиус в 10 раз больше то площадь поверхности в 100 раз больше и мы можем переписать соотношение для потенциала следующим образом заменить заряд на поверхностную плотность умноженную на площадь поверхности 4 пир квадрат у нас получается вот такое выражение значит произведение поверхностной плотности на радиус шара будет одно и то же для каждого из шаров ну и стало быть если у нас вот этот радиус в 10 раз больше чем радиус малого шара то поверхностная плотность будет в 10 раз меньше ну соответственно у первого шара первая плотность будет в 10 раз больше а поскольку напряженность электрического поля пропорционально поверхностной плотности что у нас такое же соотношение будет и для напряженности поля и стало быть если здесь для первого шара радиус в 10 раз меньше то напряженность электрического поля будет в 10 раз больше ну и таким образом мы на этой простейшей модели можем получить некоторые аргументы в пользу того что все-таки на остриях напряженность электрического поля будет гораздо больше чем на всей остальной поверхности спасибо за внимание до новых встреч